Добрый вечер! Али некоторые невызначенные пытания еще застаются. Отповедные пропоновы зараз подрихтованные членами рабочей группы при Министерстве экономики. Якие нововведения будут обмерковываться на ближайшем посяжении, доведался Олексий Нтероу. На Светлогорском рынке в этой дне не шматлюдно. Некольких предпринимателей чекают покупников, но значительная часть королевтов зачинены. Некто перерегистрировал свою справу в России, некто занимается так званым гандлем земли. Реализует то же отдельно, без уплаты податков и в непроцессованных для гандлю местах. Али переважная большинство ИП, чекая принятия решений, які дозволить одновить деятельность у рабочей группе, якая створена при Министерстве экономики, одразу три представники Светлогорского района. На суперек информации, якую можно убачить в интернете, группа працует довольно напруженно, причем у тесном контакте як с предпринимальниками, так и с представниками органов державной улады. Об адмене отповедных указов размыва не идея. Зараз выпрацованы конкретные пропоновы, принятие яких повинно выражать проблемы малого бизнесу, починаючи от увядения такого понятия, як микропартии. Едут, закупаются на 50 тысяч России, на 30 тысяч России, ну до 1000 евро. Если микропартия, то тогда не нужно будет такой полный пакет документов. То есть мы объясняем, что, понимаете, документы выдают, Российская Федерация выдает документ, когда ты приезжаешь и берешь там 50 блузок, 50 там свитеров. Мы у одного поставщика, мы этого не делаем. Значит, ИП, вот в наших городах, они покупают 5 того, 5 того, 5 того и у разных людей. Ящадно пропонувала так званая амнистия документов. Размова об тем, что весь товар, який увезен до початку этого года, можно будет реализовать по старых правилах. Тем больше, что за всю завезенную продукцию предпринимальники заплатили 20% податку на добавленную вартость. До речи, у Держстандарте и Министерство по податках уже огучили информацию об тем, что до 1 липеня проверок индивидуальных предпринимальников не будет. Застанется мониторинг, а не без штрафных санкций. А про это сегодня рабочая группа выпрацвала пропоновую об отримании сертификатов на продукцию, якая набита в Межах Евразийского экономичного союза. Если выйдет новое постановление четырех министерств, там будет разрешено иметь копии сертификатов без синей печати. Мало того, можно вообще, брат, товар будет без сертификатов, написать в накладной его атрибуты. Номер сертификата, когда был выдан кем, легко просчитать. Мало того, планируется еще один интересный пункт. Предприниматель может сфотографировать этот сертификат, оригинал, на свой мобильный телефон, и это будет являться основанием доказательства, что товар прошел сертификацию. Но это при условии, если подпишут этот документ. Олег Синчаров, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Светлогорский район. Пытание больше тесного взаимодействия семьи и школы обмеркованы подчас посяжения областного Батьковского схода. На мероприемство запросили представников выконкам, районных батьковских комитетов и правоохранных органов. Какие подходы до работы с несприяльными семьями пропонуют школы, и почему родный дом становится для детей самым травмы-небеспечным местом, ведут наши корреспонденты. Таким чином областный Батьковский сход начинается у першиню. Представники отделов адукации и районных батьковских комитетов наведывают мемориал у Червоным березе, так званую «Дитячую хатынь». Это один и в свете комплекс, присвященный детям, а хвярам другой сусветной войны. Напевно, у этого есть некий парадокс. Мемориал ведут представники практически всех континентов, а вот большинство отделов областного Батьковского схода тут у першиню. Подчас непосредного посередения об этом узгадают еще раз. Мы не завсёду эффективно выкористовываем то и выховавший потенциал, який есть на Гомельчине. Еще одна тема для обмеркования – организация больше тесного взаимодействия семьи и школы, особенно в пытаниях отказности батьков за выхование детей. Придшим у областного управления адукации – пирокананы. Тут необходимый комплексный подыход. Формы надо другие избирать. Чаще всего у нас какая форма – запугивание, угрозы. И я не согласен с тем, что достучаться до родителей невозможно. Есть много примеров, когда достучаться до родителей можно. В рамках областного батьковского схода провели анонимное анкетирование, по выниках якого высвелилось. 20% батьков – пирокананы, что за правопорушение их детей отказность повинна нести громадство. Кожный десятый – обвинувачивая школу. Межтыми на витородный дом, який повинен оборонять дитя, часто становится для его самым травма небеспечным местом. Только в минулом году у ляшебной установы Гомельской области звернулись больше, чем 14 тысяч школьников, которые дома отрутились таблетками, отримали опеки и другие травмы. И такая лишь бы – летость на Гомельшине загинули 30 неполнолетних. Это целый класс. Особная размова о проблемных семьях. Детша – состояние манават элементарных умов для нормального развития. Определенные к нам условия. Там, допустим, если выпивают, то закодироваться. Не работают, устроятся на работу. Общаться с психологами со всеми, которые приходят нам уведомления, там поездки. И ремонт в доме. В опушьи годы на Гомельшине створена добрая инфраструктура, якая дозволяя знайсти школьникам заняток на любой густ. Причем тычится гэта як городов, так и сельской мясцовости. Нельзя сказать, что гэта панацея от усих проблем, але 140 у дельников областного батьковского сходу перакананы. Необходно выкористовывать усе махчымасти. Уреште своим детям несчастливого лесу никто не жадает. Олег Сентюров, Дмитрий Котов, Ялгин Макеенко. Телерадиокампания Гомель, Рогачовский район. Выники 2015-го и планы на бегучий год. Пытание якости юридичной допомоги, день обновленного закона об адвокатской деянности. ГТТ мы стали галунами на сходе специалистов Гомельской областной коллегии адвокатов. У делу ее приняли представники Республиканской коллегии и Министерство юстиции. Подробностей с устречу в наступном материале. На сегодня Гомельская областная коллегия адвокатов лечится лепшаяся рода областных. Досягнуть место лидера нашим специалистам допомогли летошние выники. Деталево их обмерковали на областную коллегии адвокатов. У ее и принял удел и выказал свое меркование на контрпрацах гомельских юристов старшиня Республиканской коллегии адвокатов Виктор Чайчиц. Гомельская областная коллегия адвокатов постоянно пополняется молодыми специалистами. Должным образом организована учеба. И я могу с уверенностью сказать, что юридическая помощь на Гомельщине представлена адвокатами достойным образом. В складе Гомельской областной коллегии адвокатов сегодня 25 юридичных консультаций. А это коля 200 специалистов. За минулый год ими было выконано коля 40 тысяч дорученьев. При этом таки великий объем работы был выконан на высоком профессийном узровне. Именно в это такую оценку Республиканская коллегия дала Гомельщине. Повышение качества идет за счет образования, проведения курсов повышения квалификации, за счет правового просвещения населения, за счет различных акций, которые мы проводим. Ближайшая акция у нас будет переворочена в дню Конституции. Мы очень много работаем по правовому воспитанию граждан, по правовой информированности населения. Гомельская областная коллегия периодично усталевывая особные даты, когда маломоемыстные граждане могут пройти на прием бесплатно. У Воголя больше 40% юридичной допомоги, у Тымлику и по криминальных справах она оказывает бесплатно. С такими лижбами Гомельский регион вылучшается на фоне инших областей. Мы работаем с любым гражданином, вплоть до защиты по уголовным делам, когда вопросы же возникают о том, как вообще можно защищать человека, которому грозит, предположим, исключительная мера наказания. Но мы не защищаем преступления, мы защищаем человека. Мы защищаем его права и законные интересы. На колее обмерковали не только досягнение 2015-го, колее перспективы этого года. Так, на встрече разглядели практику применения закона об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь. Документ уступил усилу еще в 2012-м годе. Однако на сегодня распроцованный пропоновый по его измене. Жекается, что обновленный закон уступит усилу уже в этом году. До приклада Гомельской областной коллегии он даст монополию по представительству в экономичных процессах. Еще одним перспективным направлением этого года станет относно новый вид деятельности, связанный с пытаниями медиации. Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». Огольными намаганьями забеспечен проезд. У Гомеля комплексно проверили маршрутные такси. Супрацовники податковой и транспортной инспекции, работники ДАИ и простовники «Гомеля Абл Пассажир Транса» провели у областных центра суместный рейд с метой выявления порушений и уплыва на выканание водителями правилу перевозки пассажиров. Подобные проверочные мероприемства проводятся регулярно. Неколькие раз на тыдень контролирующие органы проверяют выканание правилов перевозки пассажиров и наявность необходимых документов у водителев. За минулый год только контролерами «Гомеля Абл Пассажир Транса» было проверено коляд 400 маршрутных такси, и у каждого восьмым были выявлены факты отсутствия билетов у пассажиров. Хотел бы обратить внимание сегодня пассажиров, когда ходят в маршрутное такси, у водителя, чтобы требовали билеты, потому что могут быть подвергнуты административному штрафу в размере 0,5 базовой величины. Супрацовники Гомельского отдела внутренних справ на транспорте проводят активную кампанию по информовании детей и подлетков об необходности выконовать правила поводина на объектах чугуночного транспорта. Подобные мероприемства милиционеры проводят регулярно, однако их новый этап связанный еще и с заявлением у недалеким будущим у Гомельской области электротехников. Мы это сустреж со школьниками про духеление фактов травматизма и несчастных выпадков на объектах чугунки. В ушнем рассказали про особливости руху электротехников и нагадали об рисках, которые существуют при невыконании соответственных правил. Лепиус принять информацию допомогла размова с инспектором и тематичный документальный фильм. В рамках предстоящей электрификации электросети железной дороги ожидается запуск электрического поезда от Гомеля до города Минска. В связи с этим молодым людям была доведена информация о правилах поведения на железной дороге, в том числе и в связи с вот этим событием. Блеснуть веданием минулых подей Гомельщины теперь можно в Музее истории города. Сюда запросили на краизнавчая споборництва школьников Гомеля. Подобное мероприемство проходит в городе в Першиню. Гисторичный батл – это викторина, у которой потребуются не только веды, а и кемливость, и худкость. У дельников ждут гульневые задания, черные скрыни и пазлы. Споборництва складается за 11 этапов, у которых школьники продемонструют веды и творческие сдольности. Усе задания основаны по истории Гомеля 20-го стагодзя. По колькости набранных баллов лепшие команды пройдут в полфинал. А переможцы у исторического батла чекают призы. Каждый раз нужно ориентироваться, нужно выскивать сильные стороны участников в абсолютно различных направлениях. У Гомеля отбылись гастроли Люблинского театра танца. На сцене областного драматичного театра польские актеры представили пластичный спектакль. Гисторы, которые мы никогда не рассказывали. До того же перед показом неординарной постановки ее творчая группа сострелася с представниками сродков массовой информации. Наш корреспондент Вероника Ворошилина так само была сирот запрошенных на пресс-конференцию. И одной из первых оценила работу артиста у Люблинского театра танца. Пластичный спектакль на керунок новый, который только начинает свое развитие в Беларуси, чего не скажешь про Польшу. Актеров, которые освоивают эту запотребованную глядачом театральную нишу, там значительно больше. Например, Люблинский театр танца существует 15 лет. За этот час он распроцелил свой властный стиль выполнения и стал одним из ведущих танцевальных коллективов Польши. В нашу краину артисты Люблинского театра танца приехали, как продемонстровать свое майстерство на открытом форуме экспериментальных пластичных театров в Беларуси «Пластформа Минск-2016». Проект латится уже четвертый год за апар с запрошением белорусских и замежных танцевальных коллективов. Традиционно он сопроводжается культурно-эдукационными семинарами, майстер-классами, лекциями и творчими состречами с глядачами. Наша задача состоит в том, чтобы открыть зрителю вот это новое направление. Мы обязательно проводим дискуссии после каждого выступления для того, чтобы зрители могли задать свои вопросы, поделиться своими впечатлениями. И эта дискуссия имеет еще какой-то такой немножко образовательный характер, потому что людям, которым непонятно этот жанр, они могут через разговор с артистами для себя какие-то расставить точки. Сегодня в спектакле Люблинского театра танца это сполучение оригинальной концепции и особливой эстетики рухов. И они здесь роджены на беспропинном мастерском диалогу артиста и глядача. Пластичная постановка истории, о которой мы никогда не рассказывали, это синтез заблитых, складанных и важных житевых ситуаций, которые раскрывают внутренний свет актеров и их одноименных персонажей. Про смову танца демонстрируются четыре абсолютно неподобные человеческие характеры. Люди здесь, четыре человека, танцуют как бы по-своему тоже. Они показывают, кто они. И в процессе заровно учились мы себя, как... Мы учились танцевать с собой, но тоже говорить с собой тоже жестами и отношением к лицу. В пластичном спектакле танец это способ самовыявления артистов, асоциативная мова их сценичных образов. И одночасово спроба знайти отказы на хвалюючих глядача житевые питания. Такие спектакли далеко не зауседы утримливают выразную сюжетную линию. Тому их не треба пропускать празлагичное асенсование. Необходно усприймать, а главное чувать телом и сердцем. Вероника Ворошилина, Валерий Гопанько, телерадоя компания Гомель. И на гэтым пакулюсь все. У студии працывала Наталья Игнатенко. Дякую за увагу и до новых сустречу эфиры.